Здравствуйте дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале! Сегодня будет обзор трех орхидей. Это Аскоцентру, Ринантера и Бросовола Кордата. Начну я наверное с самой первой орхидеи, которая ближе всего стоит. Это Ринантера Инсхота. Дело в том, что у меня было изначально две Ринантеры, еще Ринантера Монахика. У меня спрашивали о ней, какая судьба ее постигла. Ее постигла участь мусорного ведра, потому что она пришла с желтеющими от шеи листьями, которые отваливались день за днем. Ринантера Инсхота была абсолютно здоровой и в принципе вы видите ее в добром здравии на данный момент времени. Растение у меня находится с июля 2018 года. За это время она была мной посажена единожды вот в такую корзину. Единственное, посадку я дополнила кокосовым волокном, чтобы крупные куски коры не вываливались через вот эти отверстия импровизированной корзинки. Здесь также у меня имеется осмокот. Посадка, как я уже сказала, в крупные куски коры, приличные, я бы даже сказала, такие, наверное, 2 на 2 сантиметра. Прикрыла вот так мухом, чтобы слишком быстро влага из корзины не испарялась, поскольку вы видите, что куча отверстий, воздух гуляет и, в общем-то, застоя влаги не будет происходить, что важно для корней ринантеры, потому что отчасти я могу ее сравнить с вандой. Растет она так же медленно, как и ванда. За это время, посмотрите, вырастила вот этот лис, как приехала, и растит следующий. Все, пока что на этом у нас рост закончился. Корней новых я не замечала. Вот когда я немножко дополняла субстрат, это было перед Новым годом, новых корней я не видела. Также я немного подсыпала сюда корней папоротника, чтобы было хотя бы чуть-чуть повлажнее какая-то, хотя бы влажность оставалась чуть дольше в горшке, потому что в моих условиях просыхает довольно быстро, и не могу сказать, что это идет на пользу самому растению. Но тургор она постепенно восстанавливает от верха к низу. Вот такое состояние у нее. Листья, конечно, плотные, все отлично. В этом плане сама композиция мне очень нравится, но еще ринантер я, наверное, не решусь заводить, потому что, как и ванды, у меня низкая атмосферная влажность, а для них все-таки нужна более повышенная. А так, очень даже красивое растение, вот такая вот зеленая елочка, мне очень нравится. Дальше, кого хотелось бы показать, это тоже зеленая елочка, так я образно говорю, это асконцентрум христенсонианум. Сейчас покажу его название, хотя нет, наверное, я не покажу, уже приросла бирка к корням, поэтому вытаскивать не буду. Посадка эта была вторая. Сначала посадила в мелкие такие кусочки коры, в горшок, поняла, что растению так не нравится. Тургор сама вот шея растения не восстанавливала, хотя пришла немножко такая, знаете, с потерянным туркером. В моем уходе она с августа 2018 года. И после чего я взяла, достала ее, решила посадить вот такие крупные куски коры, вы видите, что это довольно приличные кусочки. На низу у нас дренажный слой в виде пенопласта, также и в центре пенопласт. В общем-то, чтобы тоже воздух гулял, корни дышали у этого растения, это пойдет только на пользу. Конечно, асконцентрумы несколько проще в уходе, чем, допустим, ванды или та же ренантера, поэтому я решила еще обзавестись асконцентрумом миниатумом. Растет им сход довольно хорошо, быстро. Вот уже нарастила несколько листьев у меня. И этот асконцентр у меня растет на краю стеллажа, вот в таком кашпо, на дне которого у меня уложен керамзит, который постоянно влажный, создается такая повышенная влажность вокруг растения, она ему нисколько не вредит. Вы видите много корней, растущих от шеи растения, и растут они в основном вбок. Я их по мере роста направляю внутрь этой корзины, чтобы растение укоренялось в горшке, и, в общем-то, корни не мешали другим растениям. Ну, вот это деревце мне нравится, я довольна, знаете, с учетом низкой влажности, в принципе, мне нравится, как развивается это растение. Единственное, нужно еще добиться ее цветения, потому что, в принципе, этот возраст цветения, и я смотрю, цветоносов у нас старых нету растения. Так что, будем стараться зацвести. И в тех же совершенно условиях у меня обитает и бросоволок ордата. В этом же самом кашпо стоит вот в таком горшочке. Я ее периодически иногда замачиваю, чаще проливаю просто, и вода стекает как раз-таки в этот дренажный слой керамзита. Получается, создается повышенная влажность, как для котлей, так и для этой бросоволы. В летний период она переезжает с края стеллажа, потому что летнее солнце слишком переизбыток дает вот загара, я бы даже сказала, сгара на вот этих вот замечательных игольчатых листобульбах. И я убираю ее чуть подальше. Ставлю в кашпо, на дно наливаю воду, чтобы, в общем-то, влажность у растения была. Но горшка вода не касалась. И таким образом она у меня переносит жаркое лето. Зимой, да, это красть стеллажа, это вот эта кашпо, и она замечательно зацветает. В этом году она зацвела у меня, хотелось свести на трех листобульбах. Вот на этой. Здесь я снимала сухую чешуйку, которую я вам в одном из видео говорила. И, в общем-то, не зная, что там лезет цветонос, я его поломала. Поняла только тогда, когда почувствовала запах свежей такой зелени, как скошенной травы. И еще два роста она давала. Вот этот, который сейчас уже отцвел. И вот этот, который еще продолжает свести, но уже тоже отцветает. К сожалению, не получилось все это запечатлеть. Вот уже отсохли цветочки, но аромат держался в комнате довольно долгий. Так что в этом году она меня порадовала более активно. Единственное, если бы я не была столь, знаете, опрометчивая вот обдирании вот этих вот сухих чешуек, тем более, когда она стояла на полке, я решила полезть, а потратить сухую чешуйку. Ну, понадобилось. Конечно, больше я так делать не буду, но меня радует, что растение разрастается. Я сажала его вместе с вами в августе 2017 года. И, скорее всего, в скором времени мне нужно будет ее еще раз пересадить, потому что здесь она откровенно уже постепенно перерастает, этот маленький 9-сантиметровый горшочек. Она так изрядно приподнялась над горшком. Это все произошло за счет роста, вот, наращивания корневой массы. Такая посадка ей понравилась. Пришлась, знаете, как говорится, в пору. И кустик постепенно тоже вот разрастается, что не может не радовать, потому что чем больше куст, тем больше цветов. И замечательно цвела на протяжении, наверное, месяца-полтора где-то вместе с барсоволой Моннин Глори, Валентин Кис. Они очень приятно пахли каждую ночь. Одна сильнее другой. Знаете, как соревновались. Но Моннин Глори уже цвела. Она и цвести стала несколько раньше, чем кардата. И завершить свой видеоролик мне бы хотелось вот таким крупномером от Микки Орхитс. Это замечательный гибрид, название которого я вам напишу. Посмотрите, какие у него очаровательные крупные цветы. К сожалению, из-за моего такого несвоевременного полива, часть бутонов он у меня отсушил. Можно видеть, еще два отвалилось. Но, когда я возобновила полив, в общем-то, следующие цветочки продолжили свое развитие. Слава Богу. Размер цветов растения просто впечатляет. Но самое, что привлекательное, это аромат. Аромат можно почувствовать только, если вдохнуть непосредственно сам цветок где-то в районе до обеда. Он пахнет розой. Один в один. Вот еще один цветок на подходе. Он по мере раскрытия еще увеличивается. Растение у меня с июля 2016 года приобрела, о чем совершенно не жалею. Он изюминка моей коллекции. Обожаю фаленопсисы. Вот такие вот крупные. Еще когда и ароматные, это вообще просто сказка. И на этой замечательной ноте я буду закругляться. Всего вам доброго. Пока-пока.